Всем добрый день! Я рада вас приветствовать, всех, кто смотрит это видео. Меня зовут Елена Заплохова, я педагог-психолог, но прежде всего я мама. Я мама четверых сыновей. И поверьте, мне очень знакомо всё, что связано с воспитанием. И на сегодняшний день я для себя отметила такие распространённые ошибки, которые я когда-то тоже совершала. Почему? Потому что я не идеальная мама, и я верю, что идеальных родителей не бывает. Но я хотела бы сегодня с вами поделиться, рассказать об этом. Для чего? Для того, чтобы нам с вами не терять близость, отношения дружеские с нашими детьми. Чтобы они чувствовали, что мы на их стороне, что мы не против них. И вот самые распространённые ошибки. Важно не подавлять творческую инициативу наших детей. Да, именно творческую инициативу. Что я под этим подразумеваю? Дети, когда начинают уже с годовалого возраста ходить, познавать активно окружающий мир, начинают всё брать, всё то, что мы не хотели бы, чтобы они брали, да, хватать, бегать и так далее. Как мы это часто называем, да, такое рискованное поведение. То есть они себя ведут так, что нам приходится постоянно держать руку на пульсе. Вот это я называю творческой инициативой. То есть ребёнок активно проявляет свою творческую фантазию. У каждого ребёнка она бурно развита. Всё, что пришло ему в голову, он пытается воплотить в реальность. Всё, что ему показалось здорово, он берёт это и делает. Да, вплоть до того, что он каким-то тяжёлым предметом ударяет брата по голове, ему кажется это здорово. Или ему просто хочется посмотреть, что из этого получится, да. К примеру, он берёт ваш телефон, ему хочется узнать, что же получится, если кинуть его в унитаз и так далее. То есть эта творческая инициатива, она фонтанирует и часто она нас очень сильно напрягает. Почему? Потому что нам приходится постоянно контролировать. И, к сожалению, мы не все способны быть рядом вовремя. И мы для того, чтобы предусмотреть какие-то ситуации неприятные, мы начинаем что, ограждать, мы начинаем подавлять эту творческую инициативу. То есть мы начинаем ругать ребёнка за его проявление инициативы. И вот здесь важно не перегнуть палку. Конечно, если мы куда-то приходим в гости, и мы понимаем, что есть зона игровая, есть зона, в которую не нужно ходить и в чужих каких-то там шкафах разбирать вещи, мы ребёнку говорим, вот здесь ты можешь играть, вот сюда не нужно лезть, это чужое, здесь нам разрешили, а здесь нет. Или, к примеру, мы идём на улицу, садим ребёнка на велосипед, и мы говорим, что мы ездим только по этой части дороги, а вот здесь машины, здесь нельзя. Это естественно. Мы говорим о границах и так далее. Но важно всё-таки давать волю в проявлении этой инициативы. Для чего? Потому что это очень важно для развития интеллектуального, физического. Ребёнок в движении, он постоянно развивается. Ребёнок в познании, он постоянно расширяет свои границы познания. Поэтому если вы понимаете, что вы живёте с неудобным ребёнком, это значит, что у вас всё хорошо. Потому что ребёнок не должен быть удобным, он не должен постоянно ходить за ручку рядом с нами, он не должен в магазине ходить так, как ходят взрослые, и покупать только то, что полезно. Он не должен вести себя дома тихо и смирно в течение целого дня. Я бы сказала, что это не есть норма. То есть он постоянно делает то, что нам кажется неудобным. И вот здесь я желаю всем нам найти ту самую золотую середину, чтобы давать возможность для проявления творческой инициативы. И с другой стороны, не, конечно же, предотвратить те ситуации, которые опасны для жизни ребёнка. Которые вы понимаете, это точно неприемлемо. Это точно я ему не разрешу, допустим, залезть на стол и там кататься по столу на машинке. То есть это вы уже понимаете, что ни в какие ворота не лезет. Но что-то другое, более приемлемое я разрешаю. И поверьте, в таких моментах ребёнок, во-первых, будет счастлив. Во-вторых, он будет полноценно чувствовать себя принятым. Он будет развиваться. Ну и, конечно же, вы будете тоже радоваться, глядя на него. Ещё также очень распространённая ошибка в воспитании детей, когда мы ограждаем ребёнка от любых неприятностей. Частично я уже об этом сказала ранее. Но смотрите, если мы говорим о неприятностях, здесь, конечно, тоже важно разобраться, о каких неприятностях идёт речь. Иногда нам кажется, что если ребёнок будет просто на обычной детской площадке бегать, прыгать, кататься, то он обязательно, не знаю, сломает себе что-то, он обязательно замарается и так далее. Закончится это чем-то неприятным. И вот от этих неприятностей мы начинаем его ограждать. Нам кажется, что везде вокруг него есть опасность, что бежать не нужно, прыгать тоже не нужно и так далее. Громко разговаривать тоже не нужно, потому что сделать замечание. И когда мы ограждаем от этих неприятностей, мы лишаем детей очень важного, ценного опыта. Дети обретают опыт во время простых, прожитых ситуаций. То есть, если он прокатился на слишком высокой горке, он уже знает, что, ух, это, конечно, было здорово, но я больше на неё не полезу, потому что как-то мне было не очень весело с неё падать. Или, допустим, ребёнок захотел куда-то залезть высоко, но потом ему стало страшно, и он сам понял, что мама, помоги, забери меня отсюда. И смотрите, что мы сделали. Мы разрешили ему обрести этот драгоценный опыт. Мы сказали, что давай попробуй, почему бы и нет, если что, я рядом. Он обретает этот опыт, и мы видим, что ничего опасного для его жизни не случилось, потому что мы оказались рядом. Поэтому не ограждайте тотально ребёнка от любых вот этих неприятностей. Ещё также важно, чтобы мы с вами не совершали очень такую, знаете, распространённую, я бы назвала это даже ошибкой, нам это свойственно делать, и, к сожалению, многие мы этим злоупотребляем. Мы вызываем в детях чувство вины и пытаемся их предстыдить. Для чего всё, всем мы это делаем? Я думаю, что вы уже догадались, часто по отношению к нам так проявляли, да, свои воспитательные методы наши родители, может быть, бабушки, дедушки, и часто мы слышали в своём детстве фразы о том, что это нехорошо, людям это не понравится, не нужно себя так вести на людях, потому что так неприлично, да, не нужно быстро бегать, не нужно громко смеяться и прочее. Что же о тебе подумают, часто нам говорили. И вот мы, к сожалению, часто в самых ненужных моментах ребёнка начинаем стыдить, стыдить за его детское поведение. И вот здесь важно определиться и понять, с кем мы имеем дело. Знаете, вот я скажу банальную вещь, но мы всё-таки, воспитывая детей, не должны забывать о том, что рядом с нами находятся простые дети, которые имеют право абсолютно на детское поведение. То есть всё, что они делают, нам может показаться, ну, немножко, может быть, стыдным, да, либо неуместным, некорректным и так далее. Но в их глазах это достаточно весело и достаточно естественно. И важно, чтобы мы постоянно не вызывали это чувство вины и не прививали это детям. Почему? Потому что чувство вины на самом деле очень сильное чувство. И оно приводит к тому, что ребёнок в один момент начинает думать, что с ним что-то не так. Что я какой-то не такой, раз постоянно мне говорят, какие-то делают замечания, да, и так далее, дёргивают меня, постоянно мне говорят, что я избалованный, что меня никуда с собой не возьмут, потому что я себя как-то плохо веду. Ребёнок часто не понимает, о чём идёт речь. Почему? Потому что он ведёт себя как ребёнок, на то он и есть ребёнок. Но мы, к сожалению, здесь иногда уже перегибаем палку. Поэтому желаю нам всем быть внимательными к своим словам, к тем словам, которые мы говорим в адрес наших детей. И также, конечно же, важно, чтобы мы не предъявляли завышенные требования нашим детям, чрезмерно завышенные. То есть то, что не способен сделать ребёнок, не нужно нам ожидать, что он это сделает. Это раздражает детей. Это приводит их в состояние тупика. К примеру, ребёнок сидит за столом, ему 4 года. Он кушает, пытается кушать, как взрослые. Но мы же все понимаем, что он не может это делать ровно так, как делают мама и папа. Особенно, если ещё пришли к вам гости, и вы хотите, чтобы ребёнок вёл себя очень прилично и воспитанно за столом. И он вдруг что-то уронил или он пролил стакан молока на стол. Не из-за того, что он не воспитанный, а просто из-за своей неаккуратности. Потому что координация ещё не настолько отлажена, как у нас, у взрослых. И он это делает, и нам кажется, что он это делает назло. Нам кажется, что он у нас просто не воспитанный, что он не понимает, как нужно себя вести и так далее. И поэтому давайте с вами всё-таки не забывать о том, что ребёнок не может соответствовать всем нашим требованиям. Есть требования завышенные, а есть требования реалистичные. Если вы понимаете, что мой ребёнок, допустим, если у вас дошкольного возраста дети, он ещё не способен долго терпеть, или он не способен перестать бояться, когда мы идём к зубному, того, что мы сказали «не бойся». Или, допустим, он не способен взять и подарить легко подарок своему другу, потому что он ещё стесняется, он не знает, как побороть своё стеснение. И вот завышенные требования, они не помогают ребёнку, а наоборот, очень сильно мешают, приводят его в состояние замкнутости, недоумения. Он не понимает, что я делаю не так, и как мне сделать так, чтобы я соответствовал ожиданиям взрослых. Вот такие простые методы, к которым часто мы прибегаем, но, к сожалению, они не сеют ничего хорошего и доброго в наших детях. И я желаю нам, чтобы мы были мудрыми, чтобы пробовали не становиться идеальными родителями, но пробовали находить, скажем так, дорожку к сердцу нашего ребёнка, чтобы мы не забывали о том, что ребёнок, он и есть ребёнок, но однажды он станет взрослым. И мы будем вспоминать о его детском поведении, будем смеяться, будем рассказывать ему истории и думать о том, как же быстро пролетело его детство. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои вопросы, комментарии. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!